Дело об убийстве В финале о старой обиде мужчины подрались. Майлыбаев разбил сопернику нос, облил его водой и заставил отмывать пол. Мужчины поехали на территорию предприятия, в котором вместе работали. По версии следствия, Ладуда вытащил из машины биту и несколько раз ударил Майлыбаева. Однако тот оружие отобрал и ударил оппонента Инджи по голове. Поняв, что Ладуда мертв, он, будучи нетрезвым, сел за руль и поехал в полицию. Майлыбаев в суде заявил, что лишь оборонялся. Адвокат потерпевшего расставил на отправке дело на доследование, так как в нем, по его мнению, много пробелов. Однако судья надеется восполнить их во время основных разбирательств. Попытка вооруженного ограбления совершена в Кустанайской области. Момент преступления запечатлела камера видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба департамента полиции Кустанайской области, нападение на частный продуктовый магазин было совершено 24 февраля в Житикаре около 11 часов. Мужчина в спецодежде, вязанной шапке на голове и медицинской маске на лице зашел в помещение. Попросив женщину продавца подать какой-то из продуктов, он вытащил из кармана нож и попытался взломать кассовый аппарат, а после перебраться через прилавок. Продавщица взяла свой нож, пригрозила им грабителю, сумела подбежать к двери и открыть ее. После этого нападавший предпочел скрыться. Сейчас его разыскивают. Проводится комплекс оперативных мероприятий. Возможность приобрести аппарат для автоматической фиксации нарушений ПДД и рассылки штрафов рассматривает полиция Кустанайской области. В течение нескольких дней появление полицейского авто, оснащенного многокамерным прибором на дорогах Кустаная, широко обсуждается. По предложению поставщиков его протестировали в областном центре без рассылки извещений. Аппаратно-программный комплекс «Кибершериф» был установлен на рампу одной из патрульных машин. Во время ее движения камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения в режиме реального времени, например, превышения скорости, и отправляют данные в базу, которая автоматически рассылает их нарушителям. Стоимость комплекса зависит от комплектации, и, насколько нам известно, она варьируется от миллионов до десятков миллионов тенге. Рабочая группа департамента полиции уже анализирует его результативность, продуктивность и рентабельность. Сотрудники ведомства отмечают, что о реальном запуске новых систем они всегда оповещают население через средства массовой информации.